Всем привет, ребята! Мы решили отправиться в то самое место, где, как говорят слухи, водится сиреноголовый. Именно в этом лесу впервые видели этого сиреноголового. Пап, смотри! А вот и он! Да нет же, это же простой стол! Фух, напугал! Это, оказывается, всего лишь стол. А вон еще один такой, с громкоговорителями. Папа, а это, похоже, уже не стол. Точно! На этот раз это похоже сиреноголовый. Дай-ка попробую его снять поближе. Что такое? Звук не выключается. Бежим! Ходи, пошли, пошли. Он преследует нас. Их уже двое. Похоже, это его детеныш. Как я отстаю? Как ты думаешь, что надо было этому сиреноголовому от нас? Не знаю. Он стоял неподвижный, как стол. Если бы не звонок телефона, я думаю, мне удалось бы снять его поближе. А ты видел, как он танцевал по звонок телефона? Да, это было очень странно. Похоже, ему понравилась мелодия звонка. Надеюсь, это был последний раз, когда мы его видели. Давай узнаем в интернете, что его могло так привлечь. Давай. Так, набираем сиреноголовый. Сиреноголовый существо, придуманное канадским художником Тревером Хендерсоном. Его худое тело ржавого цвета, а вместо головы в рожь и столб с двумя сиренами. Взрослая особь достигает высоты 12 метров. Детеныш сиреноголового размером с взрослого человека. Эти существа обладают отличным слухом и любят музыку. Все ясно. Этого сиреноголового привлекла музыка из нашего телефона. Поэтому он и погнался за нами. Как ты думаешь, он не придет к нам домой? Конечно нет, он же не знает, где мы живем. Почему музыка заиграла? Не знаю. Как-то это все таинственно. Может, пойдем посмотрим? Пойдем. Только ты первый. Похоже, он выследил нас. Что будем делать? Может, попробуем его нерфами победить? Нет, на такого монстра никаких нерфов не хватит. Я придумал. Надо выключить в него музыку, и он сам уйдет. Отличная идея. Я думаю, у тебя получится. У меня? Ты же придумал. Ладно, хорошо. Так, я не поняла, что здесь за шум? У соседки ребенок спит, между прочим. А вы тут гудите. А это кто еще у вас? А это к Эрику пришел. Ладно, классник его. Ага, Серега. Ага, Серега. Понятно. Бедяшку, значит, снимаете. Давайте только тихо. Хорошо. Ну что, Серега, рассказывай, почему ты здесь? Я люблю музыку. У вас есть музыка. А зачем тебе музыка? Я люблю танцевать. Ну что ж, это вполне безобидно. Можешь потанцевать для ребят с нашего канала? С удовольствием. Ребята, поддержите Сиреноголову лайком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но он такой милый и совсем не злой. Посмотри на него. Ну нет, мы его совсем не знаем. А чем он питается? Вдруг он съест нас, когда мы спим? Не знаю. Давай спросим у него. Серега головой. Что ты любишь кушать? Нам не нужна еда. Мы питаемся чистой энергией солнца. Ну вот видишь, ему еда не нужна. Давай оставим. А где он будет спать? Мы спим стоя. Вот так. Ну вот, ему и кровать даже не нужна. А Санду хочет остаться? Ты его спросил? Я с радостью останусь. Ведь у вас есть музыка. Ребята, если вы хотите, чтобы Серега головой остался жить у нас, то ставьте лайк под видео. Ого, сколько лайков. Ну ладно, пусть остается. Можно я здесь посплю? Ладно, спи. Будешь меня от монстров охранять. Я и так умею. Что за шум? Будильник к вашим услугам. Ну и будильник. Ты что делаешь, Эрик? Выграем в телефоне. Хочешь попробовать? Давай. Вот, смотри. Надо нажимать на эти кнопки. Вот так вот ходить. На, проб. Вроде дыр у меня получается. Хорошо, только кубки мне не шли. Оу, я выбил очки силы на Гейла. Ладно, играй. А я пока на футбол скажу. Ты что, все еще играешь? Может ты уже удашь мне телефон? Ну у меня тут только уровень начался. Ты уже тут два часа играть. Ты так глаза испортишь. Или что там у тебя, местоник? Все, я забираю. Что, ребят? Он мне не дает телефон играть. Да ты и так уже два часа играл. Всю зарядку мне высадил. Мне осталось всего 10 кубков набрать до мегаящика. Ребята, если вы догадались, какую игру играет Сиреноголовый, поставьте лайк. Целый день играть приятно. Займитесь чем-нибудь полезным. Хорошо. Ну вот, молодцы. Давай я научу тебя в футбол играть. Что такое футбол? Фут – это нога. Бол – это мяч. Надо пинать по мячу на бой. Вот, держи пас. Так, понятно. Ну давай начнем с разминки. Первое упражнение – прелосипи. Теперь качаем пресс. А теперь подтягивания на турнике. Я не могу подтянуться. Ну, для этого надо кушать хорошо. Чтобы мышцы были. Ладно, давай покажу, как надо пасовать. Пинать надо щечкой и ноги. Вот так. Понял? Понял. Давай, пинаем ведь ходит. Вы что тут наделали? Это он меня научил. Эрик! Я хотел его футболу научить. Ну кто же играет в футбол дома? Зря я его согласился оставить у нас. Так и знал, что добром это не кончится. Он же случайно. Все, я запрещаю сиреноголовых дома. А где же он? Ну все, он ушел. Обиделся. Что, скучаешь по сиреноголовым? Да, мы с ним так подружились. А сейчас он неизвестно где. Да не переживай. Гуляет твой сиреноголовый, наверное, по лесу где-нибудь. Ничего с ним не случилось. Жаль, что мы так плохо расстались с ним. Даже не попрощались. Папа, как ты думаешь, куда ушел сиреноголовый? Я думаю, он отправился в тот лес, где мы его впервые встретили. Может, пойдем поищем его и попросим вернуться? А если он опять набедокурит? Мы только что его на окно заменили. Ну, он же случайно. Я учил его давать пас в футболе. А он чуть-чуть перестарался. Ладно. Давай попробуем его найти. Скажем, что мы не сердимся на него. Ну вот мы и на месте. В прошлый раз мы их встретили именно в этом лесу. Скорее всего, он куда-то сюда и пришел. Да. Пойдем его поищем. Ребята, мы приехали в тот самый лес и ищем нашего Серегу. Поддержите нас лайком, чтобы мы нашли его. А если не видели прошлые серии, переходите по ссылке в описании. Ну что, папа, ты его видишь? Нет, пока не души. Какая-то подозрительная тишина в этом лесу. Я придумал. Помнишь, как мы в первый раз приманили его музыкой? Давай включим музыку. Точно. У сиреноголовых отличный слух. И они очень любят музыку. Врубай. Пока что никого. Может, музыку сделать погромче? Хорошо. Врубай на максимум. Папа, у меня уже рука стекла. Надо еще немножко подождать. И он должен обязательно появиться. Кажется, кто-то к нам приближается. Наверное, это Серега. Это огромный сиреноголовый. Бежим! Я снова один. И опять без музыки. О, а вот и музыка. Так, попробуем. Если я не иду к музыке, то музыка идет ко мне. Ходил, искал друзей Но лишь пугал людей Не стой близко, беги скорей Сиреноголовый по имени Сергей Когда ты нелюдим Когда везде один Ни с кем смеяться Ни с кем играть Мне остается людей только пугать Раз, два, три, четыре, пять Я иду опять тебя искать Мой вид ужасен А рост большой Разве опасен? Мой голос просто воет Даже ваш дом вас не скроет Если сирена завоет Это людей беспокоит И вы боитесь всех нас Но я раскрою вам душу Люблю я музыку слушать И я не буду вас кушать Я лишь хочу вам пропеть Когда ты не людин Когда везде один Ни с кем смеяться Ни с кем играть Мне остается За людей только пугать Мама? Мама, это мои друзья! Да-да, мы его друзья Нас нельзя трогать! Я не собирался их трогать Я лишь хотел спросить Не видели ли они тебя? Где ты пропадал? Я был у них дома Эти люди показали мне музыку И научили много чему интересному Да, ваш сын очень способный Ну хорошо А теперь нам пора возвращаться в наш лес Прощайте, друзья И не сердитесь за стекло Ну что ты, пустяки! Мы забыли уже! Пока, Серега! Мам, а ты купишь мне телефон? Просто мне очень хочется в игры поиграть Как нам повезло, что эта селиноголовика Просто искала своего малыша И не собиралась нас съесть И как здорово, что мы вновь увидели нашего друга Серегу И смогли попрощаться с ним Я спел вам песню Я сделал хит Всем интересно Теперь я знаменит Я эмси новый Я как диджей Сиреноголовый По имени Сергей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!